Прежде чем перейти к традиционному обзору оперативного совещания правительства Республики Башкортостан, сделаю объявление, скажу о том, о чем уже написал десятки раз в социальных сетях и в комментариях к предыдущему видео. Да, я перепутал Таратау-Куштау и Куштау-Старатау в предыдущем нашем видеообзоре. Но это случилось на автомате, извините, пожалуйста, ревнители точности и любители географии, конечно же, речь шла про Куштау. После поздравлений с Новым годом Хабиров вкратце охарактеризовал форум, который прошел на прошлой неделе. Речь идет об этом экономическом инвестиционном форуме «Башкортостан зовет». Хабиров утверждает, что на него приехало 300 инвесторов, поблагодарил экономический блок, повелел сделать экономический форум ежегодным. Но, правда, к чести его отмечу, что он сказал, что давайте-ка перенесем даты, потому что уходить совсем в декабре, как он выяснился, нецелесообразно. Ну, действительно, делать большой, по крайней мере, по планам экономический форум в последнюю неделю декабря перед Новым годом, это, конечно, абсолютно неправильно. И придется, иначе каждый год на Познера тратиться снова бесполезно. Из того, что бросалось в глаза первоначально на этой оперативке, отмечу, что на оперативке отсутствовал Мурзагулов, видимо, уже сорвался к семье в Испанию, и отсутствовал Тажидинов, в прошлый раз его тоже не было, об этом поговорим чуть позже. Перешли к классической повестке. Первый вопрос, как обычно, об оперативной обстановке в ЖКХ на дорогах ИЧС. Беляев Борис Владимирович сообщил, что у него, как обычно, все окей. Добавил, что по пятницам он собирается. По поводу мусора, мусорные часы. Тут же включился Назаров, который, перехватив инициативу у Беляева, без спросу сообщил о том, что за январь-февраль правительство и вот этот мусорный час планирует довести работу по вывозу мусора до нормальной. Ну, прямо скажем, мы уже это слышали, десяток раз, и вообще какое-то там 18 декабря звучало. Плюс Назаров обещал выработать дополнительный график по вывозу мусора в новогодние праздники. Тем самым, лишив Хабирова удовольствия напомнить о том, что народ у нас будет безумствовать, а ЖКХ-шники будут безмолвствовать в новогодние праздники. В общем, Назаров тему очень умело закрыл. Дальше, как обычно, Мухаммедьянов, который сообщил, что на предыдущей неделе случилось на одно ДТП меньше, чем в прошлом году, на пять человек меньше пострадало и на один человек больше погибло в ДТП. Но Мухаммедьянов еще будет на этом заседании играть главную роль, так что мы к нему вернемся попозже. Гумеров Варит Рифович вслед за Мухаммедьяновым рассказал о количестве пожаров и погибших на них. Отдельно отмечу, что, конечно же, на этой неделе в контексте пожарной безопасности вообще всех этих ЧС, интересно, что же произошло в Черниковке в воскресенье, что за дикий, безумный, гигантский какой-то пожар случился в районе химических производств. Вообще подобные события, конечно, уфимцев безумно волнуют и беспокоят, потому что мы знаем, на какой пороховой бочке мы живем в плане вот этих вот химических производств. Но Фарид Рифович как-то очень уж кратенько охарактеризовал это событие. Он сообщил, что площадь пожара была 2000 метров, что на самом деле очень много, и это пожар высокой категории, что в тушении пожара был задействован пожарный поезд, который был туда доставлен. Но погибших, пострадавших, по крайней мере, по утверждению господина Гумерова, в этом пожаре не было. Пожар был страшный, пожар был впечатляющий. Конечно, скажем так, надо бы понять причины и предотвратить их впоследствии. Есть одна версия по возникновению этого пожара. Это перегрев некого технологического вещества, которое разогревает трубы в холодную погоду, для того, чтобы сделать их проходимыми для нефтепродуктов. Но, как говорится, это не точно. По завершении доклада о чрезвычайных ситуациях, Хабиров сделал свое первое отступление на этой оперативке. Вообще, их было достаточно много в этот раз. Хабиров почему-то стал искать в зале глазами Тажидинова. Потом задал вопрос, где Тажидинов. Ему ответили, что он в Москве. И заговорил про оплату за газ. Оказывается, Ильшат Тажидинов ответственный у нас в республике за платежную дисциплину в сторону «Газпрома». Беляев с места сообщил Хабирову, что они уже отобрали у Тажидинова эти полномочия и сейчас занимаются этим сами. И совместно с Назаровым Беляев успокоили Хабирова, что они там занимаются, регулируют эти вопросы. Но Хабиров сказал интересную вещь. Он сказал, что, уже обращаясь к Назарову и Беляеву, сказал, разберитесь. То есть, это вам не факультативное задание, это постоянно нужно работать, ну, имеется в виду с этими платежами. Эти задолженности тормозят инвест-программы, сказал Хабиров. Вот здесь интересная вещь. Вроде бы какое-то незначительное замечание, но каким образом может задолженность по газу тормозить инвест-программы? То есть, есть два варианта. Первый вариант – это Газпром и вот эти доставляющие его всякие дочки и детки, они либо отказываются газифицировать какие-то объекты, территории и инвестиционные площадки, пока им не оплатят, либо они притормаживают свои вот эти инвестиционные проекты, которые есть практически во всех регионах, в том числе и в Башкирии. За этой вот, казалось бы, незначительной фразой скрыт очень серьезный и такой глобальный смысл и проблема. То есть, вот это некая проблема взаимоотношений между крупной монополией и регионом. То есть, вот здесь вот что-то вот там где-то произошел провал по платежам в каком-то районе, в какой-то части Башкирии, и тут же Газпром врубает вот эти свои механизмы, где там что-то перекрыл, что-то недоплатил и так далее. Вообще, вот интересное такое наблюдение, буквально заключенное в двух словах пролетевших на этой оперативке. Вторым вопросом оперативного совещания правительства был, конечно же, вопрос о готовности муниципалитетов и городов к новогодним праздничным мероприятиям. Конечно же, доклад делал Беляев Борис Владимирович. И если честно, доклад его, который был, условно говоря, средней длины и продолжительности, абсолютно не достоин того, чтобы на него тратить время. Единственное, что перечислю данные, которые он снова выдал дорогому Радио Фаритовичу, интереснее пообсуждать, как оно на самом деле. Так вот, что нам сообщил Беляев? Беляев сообщил, что принято и функционирует более 800 ледовых городков. В прошлый раз было 500. Установлено 9 пиксельных елок, и все они работают безупречно. Они прошли какую-то там точную наладку, и теперь уж точно не погаснут, как в прошлый раз. Кроме того, 5 световых панно итальянского производства, отдельно отметил Беляев, освещают улицы и радуют жителей Уфы и Стерль-Тамака. А еще в Училах есть 3D-освещение елки, добавил Борис Владимирович. Собственно, вот это все, что можно хоть что-то по делу выжать из того доклада, который сделал Беляев. Новогоднее безумие, я надеюсь, подходит к концу. Как ни странно, или может быть это закономерно, но Уфе и Башкирии в целом в этом году не удалось вызвать рыданий мэра Казани. Жители Фейсбука и прочих социальных сетей, наши подписчики и не наши подписчики, прислали уже то, как выглядят Казань, Москва и многие другие крупные города в плане новогоднего оформления. Выглядят они существенно лучше, чем Уфа и города Башкирии. Кроме всего прочего, администрации этих городов и власти этих республик и регионов ведут себя скромнее в отношении вот этих всех вещей, вот этого вот истерики вокруг Нового года. И все это вместе, конечно, играет против Башкирии, к сожалению, потому что столько крика, столько шума, скандалов, безумный объем денег. А на выходе вот такой вот весьма скромный результат с какими-то бушными световыми инсталляциями от дяденьки, приехавшего из Италии в коричневых ботинках. Но это, конечно, все очень достаточно убого, если честно, выглядит. И вот как-то по-туземному. Вот неприлично и неприятно наблюдать то, что мы пыжимся, раздуваем щеки, нас как-то где-то там обманывают на деньги и так далее. То есть отсутствие вкуса, все это вместе дает вот такую вещь. Вот прошлогодние заявления о том, что там сейчас сделайте так, Ульфат Мансурович, чтобы зарыдал мэр Казани. Да мэр Казани ржет вообще над этим всем, над тем, что вот получилось в Уфе, и как Уфа там пыжится обогнать Казань. Ну, в общем, конечно, чего-то не хватило в нашем властях вот с этим Новым годом там вкуса, такта, ума, я не знаю. Но в целом, конечно, жаль, что вот так получается, жаль, что над нами смеются, и не хотелось бы даже смеяться над самим собой. Третьим вопросом оперативного совещания был основной вопрос, и вопрос этот был об итогах работы дорожного комплекса Республики Башкортостан в текущем году и задачах на 2020 год. Естественно, доклад делал Тимур Рафисович Мухаммедьянов. Доклад был большой, доклад был насыщенный. Насыщен он был в первую очередь данными, цифрами, результатами, как бы результатами и результатами абсолютно ложными. Ну, в общем, давайте по порядку. В самом начале обзора доклада господина Мухаммедьянова хотелось бы зафиксировать в сознании наших зрителей и подписчиков одну цифру. Общая продолжительность дорог в Республике Башкортостан составляет 33,5 тысячи километров. Вот эту цифру нужно все время держать в голове, чтобы осознать, о чем нам отчитался господин Мухаммедьянов, прошедший в понедельник. Начал Мухаммедьянов отчитываться, естественно, с основных параметров своего ведомства. А именно, он отчитался о том, что за 2019 год отремонтированного 2200 километров дорог построено, внимание, всего 45 километров дорог. Построено за год. И построено 12 мостов. Это немало. Не знаю, правда, о каких масштабах мостовых сооружений идет речь, их было просто 12. Вообще, отступая от текста Мухаммедьянова, скажу, его доклад был образцом виртуозной манипуляции цифрами, процентами и данными. И в последующем я скажу, почему. Далее господин Мухаммедьянов сообщил, что по программе «Родная улица» это вот та самая программа, где Хабиров сказал, что жители сельской местности должны в каблучках бегать красивых и высоких, желательно 12-сантиметровых, по отремонтированным улицам своих сел, а не тонуть в грязи. Так вот, по этой программе «Родная улица» Мухаммедьянов уложил аж 86 километров асфальта. А также он отсыпал 1281 километр тех самых скандально известных щебеночных дорог из местного сырья. Это уже в народе называются «грунтовки Мухаммедьянова», дороги, которые как будто бы являются подъездными к местам массовой застройки. Но мы уже много об этом говорили, вот эти 1281 километр грунтовых дорог в 21 веке, на мой взгляд, являются, конечно, отчаянным позором для республики, но, тем не менее, они считаются достижением для властей в этой республике. Отдельно отмечу, что на будущий год на те же самые грунтовки, вот эти военно-полевые грунтовки Мухаммедьянова, в бюджете заложено еще полмиллиарда рублей. Далее господин Мухаммедьянов перешел к экономическим параметрам работы своего ведомства и сообщил, что бюджет деятельности по дорожному строительству в республике в 2019 году существенно возрос и составил 23 миллиарда рублей против 19 миллиардов в 2018 году. Однако, отдельно отмечу, что кассовое исполнение в этом году у Мухаммедьянова всего 17 миллиардов рублей, 74 процента. То есть, по факту, в 2019 году выполнена работа была меньше, чем в 2018 году. Но, еще раз отмечу, что господин Мухаммедьянов наращивает свое мастерство манипуляции цифрами и данными, и потому вот этот аспект, что он в этом году на самом деле истратил меньше, чем в прошлом, как-то не был очевидным. Далее господин Мухаммедьянов перешел к структуре своих затрат, и в ней, в этой структуре, есть один очень важный момент, к которому мы будем сегодня несколько раз возвращаться. 53 процента из затрат ведомства – это затраты на дороги регионального и муниципального значения. Ну, в принципе, логично. 42 процента – это дороги местного значения. 2 процента от этого бюджета – примерно 500 с чем-то миллионов рублей – это приобретение техники для строительства. И, внимание, 3 процента от бюджета ведомства – это содержание трех учреждений, которые, собственно, являются основными функционирующими силами министерства. Три учреждения получили 3 процента от бюджета. Ну, вроде как, немного. Но если это перевести в сумму, вот я лично ахнул, это 700 миллионов рублей на содержание трех государственных казенных учреждений. Это по 2 миллиона в день Мухаммедьянов тратит на содержание этих учреждений. Это зарплата, офисы, транспорт и так далее. Весь бюджет на отсыпку вот этих грунтовых дорог на всю республику – это 540 миллионов, а на три ГКУ Мухаммедьянова – это 700 миллионов на содержание вот этих вот казенных учреждений. Вдумайтесь. Но тут вот Мухаммедьянов мастерски сыграл, опять же, процентами и суммами. Он не стал называть, какие суммы ушли на покупку техники и на содержание вот этих вот чиновников. То есть, внимание, вот эти 700 миллионов – это содержание штата. Это вот феноменальная цифра, и мы потом еще раз к ней вернемся. Далее Тимур Рафисович перешел вновь к перечислению своих достижений и сообщил, что он в истекшем году отремонтировал 374 километра проезжей части асфальтовых дорог. Минутку. В самом начале он сказал, что он отремонтировал 2213 километров дорог. И из них получается, что только 374 асфальтовых? Что-то здесь вообще совершенно не сходится. То есть, цифры… Получается так, что из всего ремонта дорог только 11% – это были асфальтовые дороги? Ну, в общем, непонятно. Кроме всего прочего, Тимур Рафисович сообщил о том, что он установил аж 29 новых светофоров и осветил целые 10 километров дороги, а также поставил целых 6 километров пешеходных награждений. Напоминаю, все эти цифры на фоне 33 тысяч километров протяженности дорог в Республике Башкортостан. Вот для того, чтобы осознать все лицемерие, лживость и незначительность того, что сделал Мухаммедьянов в минувшем году, нужно каждую его цифру накладывать на эти 33 тысячи километров, и станет понятно. Дальше Мухаммедьянов сообщил, что доля дорог, соответствующих нормативам, в Уфимской агломерации 61%, в Стерель-Тамакской агломерации 55%, и в среднем по Республике Башкортостан тоже 55%. Несложный математический подсчет говорит о том, что вне Уфимской и Стерель-Тамакской агломерации вот этот процент соответствующих дорог еще ниже, чем 55%. В общем, конечно, вот эти цифры, вот это пренебрежение математикой, и то, что они полагают, я имею в виду они, это власти, а мы, это зрители, они полагают, что мы идиоты, которые не умеют считать, вот это меня возмущает в очередной раз. Далее Мухаммедьянов выступил с фантастической инициативой. Он предложил превратить Уфимский автотранспортный колледж в Башкирскую академию транспорта. Ну, в общем, как говорится, Остапа несло, и тут возмутился уже Хабиров. Он прямо так с места и как-то даже язвительно так заметил. Ну, вы со мной советуетесь иногда, а то только на оперативках узнаю, что вы тут академии создаете, заметил Хабиров. Мухаммедьянов резко так опустился на землю, значит, эти вот крылья, склеенные воском, растаяли, свалился и как-то замямлил. Ну, это я в порядке предложения, инициативы, может, как говорится. Ну, в общем, конечно, выглядело это безобразно. Но, преодолев этот неприятный и такой немножко постыдный инцидент, Мухаммедьянов, впрочем, продолжил отчитываться о победах. Дальше он сообщил о том, что республика сейчас обширно ведет работы по передаче автодорожного хозяйства в федеральное ведомство. Он сообщил нам, что уже в следующем году федералы забирают себе дорогу Уфа-аэропорт, наконец-то, и республика перестанет беспокоиться о том, как бы ее отремонтировать по три раза в году. А также будут переданы автотрассы Сибай-Акьяр, Уфа-Бирск-Янаул, Уфа-Энзер-Белорецк, Дюртюли-Нефтекамск и еще некоторые другие. В общей сложности порядка 670 километров основных автотрасс в республике Башкортостан уйдут в федеральное ведомство. Хорошо это или плохо, кстати говоря, порассуждаем. На самом деле, с одной стороны, это хорошо, потому что, ну, вот эти вот наши подозрительные Башкера-Автодора и прочие перестанут получать колоссальные деньги из федерального бюджета, пилить здесь их, тырить, и на выходе мы будем иметь плохие дороги. С другой стороны, деньги не будут напрямую приходить в бюджет республики, и, соответственно, конечно, с точки зрения, как бы, ну, псевдо-квази-инвестиционного эффекта здесь будет некоторый провал. Ну, посмотрим, кто лучше будет справляться с работами по ремонту этих дорог, федералы или наши автодорожные, авторемонтные мощности республики. Я думаю, что примерно через год мы уже поймем, хорошо ли, что передали дороги федералам или плохо. Далее господин Мухаммедьянов перешел к немаловажному аспекту его деятельности, а именно к безопасности дорожного движения. Он отчитался за 11 истекших месяцев, хотя смело мог бы отчитываться и за год, но тут тоже есть некие арифметические нюансы, и мы о них поговорим. Во-первых, Мухаммедьянов сообщил, что ему удалось на 4% снизить количество ДТП в республике, и количество ДТП, случившимся за 11 месяцев в республике Башкортостан, составило 3852 ДТП, в которых было ранено 4880 человек, что на 3,5% меньше, чем в прошлом году, и погибло 422 человека, что аж на 17% меньше, чем в прошлом году. Но напомню, Мухаммедьянов отчитался за январь-ноябрь включительно, но не отчитывался за декабрь. Дело в том, что в декабре 2019 года резко поднялась смертность на дорогах республики, и я боюсь, что общее число погибших в республике Башкортостан за 2019 год мало будет отличаться от показателя 550 человек, а это именно тот показатель, который был в республике по этому аспекту в 2018 году. Далее Мухаммедьянов сообщил, что в 2019 году он уложил 2000 километров термопластической разметки, добавил 226 камер видеонаблюдения на дорогах. Напомню, что уже научно доказано и обосновано, что камеры видеонаблюдения и видеофиксации никак не влияют на уровень аварийности на дорогах. То есть вот от слова совсем. Уже многократные исследования, в том числе и российские, показали, что количество камер и их установка на дорогах никак на это не влияют. В тот момент, когда Мухаммедьянов на подъеме рассказывал о том, как он добавит еще 800 камер в 2020 году, Хабиров внезапно остановил его и сделал замечание Сидякину. Причем вот этот момент был очень показательным. Хабиров сделал замечание Сидякину следующего содержания. Александр Геннадьевич, если вам надо поговорить, можете выйти и поговорить. Помните, да? Наверное, всем нам так говорили в третьем или в пятом классе учителя. Вот этот расшалившийся Сидякин на первой парте в который раз продемонстрировал свое пренебрежение то ли к докладчику, то ли к самому Хабирову. То есть в последнее время, помните, да, Сидякин ведет себя абсолютно несносно. Он выкрикивает с места, он разговаривает с своими соседями по парте во время докладов весьма себе важных. В общем, конечно, странно, вот это странно. Надо бы задуматься, в чем дело, почему Сидякин позволяет себе такое. То есть тут уже, конечно, не только вседозволенность близких друзей, которую мы неоднократно в последний год-полтора здесь наблюдаем. Тут не только вот это вот, как бы, ну, полуобморочное состояние от успехов и достижений, от власти и прочее. С Сидякиным творится что-то необычное. И надо бы понять, хорошо было бы понять, что происходит с главой администрации Хабирова. Сделав замечание Сидякину, Хабиров обратился к Мелкоедову теперь. Как-то пошел по залу, значит, за расшалившимися учениками. А Мелкоедову он сделал назидание о том, что каждый раз, когда Мухаммедьянов ставит новую камеру на дороге, Мелкоедов должен об этом знать и освещать это событие в том контексте, что, как выразился Хабиров, мы не охотимся за водителями, мы обеспечиваем их безопасность и регулируем движение. Напомню, что научные данные говорят нам о том, что камеры не обеспечивают безопасности и тем более не регулируют дорожное движение. Далее Мухаммедьянов пробежался по своим планам на будущий 2020 год. Он сообщил, что он продолжит расширять дорогу Уфа-Оренбург. Он заасфальтирует 77 километров дорог по программе «Родная улица» на 10% меньше, чем в 2019 году. Он отсыпет 1000 километров грунтовых дорог, тоже примерно на 20% меньше, чем в 2019 году. И самое главное, что сделает Мухаммедьянов, он начнет создание интеллектуальной транспортной системы. Ну, очевидно, что ныне существующая транспортная система иначе как безмозглой назвать нельзя, и потому создание интеллектуальной транспортной системы должно нас обрадовать. Ну и, конечно же, Мухаммедьянов планирует увеличить объем термопластиковой разметки. Это дорогая штука, очень понравилась Мухаммедьянову. Видимо, там хороший жирный процент сидит внутри. Напомню, как укладывали термопластическую разметку в прошлом году. Этот ролик облетел интернет, я его снимал лично, практически из собственного окна. Мухаммедьянов 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 Резюмируя доклад Мухаммедьяна, вот этот длинный большой доклад, самый большой на этой оперативке, Хабиров сказал, что работа Госкомитета по транспорту успешна. Благодарю вас, обратился он к Тимур Рафисовичу. Но тут же не применил съязвить про мобильное приложение и сказал, я не забыл, а то народ скучать начал, сказал Хабиров, надо бы повеселить его потом. Это речь шла о мобильном приложении, помните, сколько было скандалов, разборок насчет этого мобильного приложения. Вообще тут, конечно, у меня немножко когнитивный диссонанс, как говорит Аббас Радикович. Оказывается, это все было, чтобы нас повеселить? Оказывается, это было все не всерьез? Боже мой, какие актеры, великие артисты пропадают в обоих, и в Хабирове, и в Мухаммедьянове в таком случае, если все это было только для того, чтобы нас повеселить. Боюсь, нас не должно веселить вот это создание вот этих вот мобильных приложений, не должно веселить то, какие огромные суммы денег Мухаммедьянов выпустил на воздух, создавая эти чудесные IT-решения, ну и так далее. В общем, смешного, если честно, мало. И отдельно отмечу, тоже резюмируя доклад Мухаммедьянов, что ни слова не было сказано о работе Госкомитета по транспорту, о самом транспорте. Вот это показательно. Подводя итоги работы за год, ни слова не было сказано о транспортной реформе. Четвертым вопросом оперативки был кратенький доклад господина Разумикина, министра цифрового развития Республики Башкортостан, о предоставлении муниципальной услуги разрешения на строительство в электронном виде. Господин Разумикин сообщил нам, что в 2019 году почти 3000 заявлений было подано на получение разрешения на строительство. Из них только 17% получили отказ. И из этих 3000 заявлений 63% были поданы в электронном виде. Безусловно, цифровизация взаимоотношений между населением и властью – это очень положительная история. То, что республика идет к этому, это тоже нормально и хорошо. Собственно, весь доклад Разумикина был о том, что они смогли организовать эту работу. Это хорошо и правильно. То есть, есть для этого инструменты, есть какие-то площадки, есть найденные готовые цифровые решения. Также господин Разумикин сообщил одну очень важную вещь, что с 2018 года оказывается для строительства частного дома не выше трех этажей не обязательно получать разрешение на строительство, а достаточно уведомить об этом местной власти. Ну, естественно, при наличии всех участков, прав на это строительство и так далее. Для сравнения, Разумикин сообщил, что в 2017 году до вступления вот этой нормы в республике подавалось 17 тысяч таких заявлений, а вот в 2019 году уже их было всего три тысячи. Отмечу, что когда Разумикин об этом рассказал, в разговор опять встрял господин Сидякин, который слово в слово сообщил то же самое, что и Разумикин. Зачем он это сделал, так и непонятно. Ну да ладно. Еще хотелось бы отметить, что Геннадий Валентинович сделал удивительно правильный и неожиданный вывод о том, что количество поданных заявлений на разрешение строительства по районам, по регионам республики характеризует уровень деловой активности. Это действительно так. Разумикин с тревогой отметил, что в Башкирии есть такие муниципалитеты, где, например, было подано за весь год одно прошение о разрешении на строительство. Например, это случилось в Агиделе, что действительно, наверное, очень четко характеризует экономическую обстановку в этом городе. В Татышлах, например, подобных заявлений было подано тоже всего шесть. И вообще в 15 муниципальных объединениях республики Башкортостан было подано за год менее десяти прошений о разрешении на строительство. Это, конечно, действительно очень четко характеризует экономическую обстановку в некоторых районах республики. Пятым завершающим вопросом оперативного совещания был совершенно возмутительный доклад министра культуры Республики Башкортостан Шафиковой Амины Ивниевны о развитии культурно-досуговой деятельности в сельской местности Республики Башкортостан. Прежде чем перейти к обзору ее доклада, напомню, что около месяца назад стало известно о том, что Министерство культуры, возглавляемое госпожей Шафиковой, полностью провалило заявочную кампанию на финансирование в 2020 году. Напомню, что из 18 заявок, которые кое-как смогла сформировать госпожа Шафикова в федеральный бюджет, прошла и была утверждена только одна заявка. И будет отремонтировано только четыре, например, объекта культуры в Республике Башкортостан. В общем, Амина Ивниевна начала с того, что я не могу не процитировать. Она заявила, что именно на селе сохраняется национальная культура и традиции. Естественно, в сознании такого человека, который у нас считается министром культуры, я имею в виду госпожу Шафикову, именно в опухших от алкоголя и безделия деревнях Башкирии сохраняется культура. А вовсе не на кафедрах научных учреждений, вовсе не в коллективах, которые сохраняют кое-как вот этот фольклор и культуру народов Башкортостана. Конечно же, культура сохраняется не в среде оперных певцов, музыкантов, художников, каких-то национальных ансамблей. Нет, естественно, в деревнях. Но вот этот архаичный подход, который демонстрирует нам Шафикова, он очередной раз подчеркивает масштаб личности человека, который у нас считается министром культуры. Далее госпожа Шафикова перешла к цифрам. Она сообщила нам, что в республике Башкортостан 3465 учреждений культуры на селе. Ну, из них, правда, подавляющее большинство, 2000, это клубы, и у нее там трудится 6207 человек. Ну, несложный математический подсчет говорит о том, что в среднем в клубе работает менее двух человек. То есть где-то работает один, где-то три, ну, как это вообще, я не понимаю. То есть это кто? Это сторож или это директор? В общем, конечно, цифры ужасают. Далее госпожа Шафикова сообщила, что на повышение материально-технической базы, вот этих вот 3465 учреждений, в 2019 году было направлено 600 миллионов рублей. То есть это примерно на 20% меньше, чем господин Мухаммедьянов истратил на три своих государственных казенных учреждения. Напомню, что Мухаммедьянов на содержание трех своих контор затратил 700 миллионов рублей. В общем, за год госпожа Шафикова отремонтировала 15 клубов и открыла 10 кинозалов. Ну, прямо скажем, 10 кинозалов, это громко сказано, это какие-то установки, транслирующие видеоизображения, и численность людей, которые могут посмотреть, колеблется около 100 человек. Планы на 2020 год у госпожи Шафиковой еще более скромные, чем на 2019, потому что она собирается построить к 2024 году четыре сельских клуба, завести пять автоклубов, что это такое непонятно, обустроить три модельные библиотеки, что бы это ни значило, и укрепить материально-техническую базу 81 сельского клуба, что, собственно, составляет только 2,5% от общего количества этих культурных заведений. Прямо скажем, состояние сельской культуры, конечно, у нас не просто так себе, а, наверное, можно его охарактеризовать как катастрофическое, и спасением для госпожи Шафиковой являются те безумные празднества, которые она устраивает в столицах, все эти сабантуи с фейерверками и Стивенами Сигалами, и только они спасают Шафикову от немедленного увольнения с ее поста. Хабиров практически никак не среагировал на доклад Шафиковой, видимо, понимая то безобразие, которое творится в этой сфере, и не желая обострять этот вопрос перед Новым годом, ну, собственно, понимая еще и то, что бесполезно сейчас что-то делать в этой ситуации, в финансовом плане Шафикова положение Министерства культуры просто провалило на будущий год, и что они там будут делать и имитировать, непонятно. Хватит ли денег на Сигалов и всевозможные салюты, я не знаю, ну, найдут какие-нибудь внебюджетные средства. Хабиров просто поручил Шафиковой проработать вопрос материального стимулирования сотрудников культуры на селе. Исчерпав повестку оперативного совещания, Хабиров сделал ряд очень важных заявлений. Эти заявления, пожалуй, по информационной значимости перекрыли вообще содержание всей этой оперативки, и, конечно же, я буду в основном цитировать Хабирова. Хабиров сказал, цитирую, начинаются корпоративы, пауза, не русское слово придумали, возмутился Хабиров. «Я не могу вам взять и запретить, но совесть-то иметь надо. На улицу нос показывайте, посмотрите, как люди-то живут». Здесь я прерву цитату Хабирова и про себя отмечу, что вот, услышав это, мне прямо представилось, как вот прямо не сидят по домам во Франции, в Испании, в Эмиратах на новогодних праздниках, Мурзагуловы, Тажидиновы, Ахмадинуровы, ездят по деревням Эльзаса, по деревням Каталонии, объезжают пригороды Дубая, вот эти товарищи смотрят и смотрят, как же там люди живут. Продолжу цитировать Хабирова. Посоветовав высунуть нос на улицу, он сказал следующее. «И когда люди вот так живут, с ударением произнес Хабиров, а мы будем тут снимать рестораны, приглашать артистов». То есть Хабиров перешел конкретно к критике, значит, вот этих вот корпоративов, волну которых он уже предвидит. Но вообще непонятно, что это было, что это было. Сеанс саморазоблачения, сначала, значит, он закатывает вот эти безумные пирушки, вот эти вот огромные сабантуи с салютами, Стивеном Сиглами, Монсонами, всякими прочими познерами, а теперь районной администрации, значит, с секретаршами в сауну не сходи. В общем, нелогично. Тут, конечно, можно нарваться на непонимание, как говорится, коллег. И вот этот пример начальства, он, безусловно, говорил подчиненным, что ну вот так можно, но понятно, что там аургазинский глава, наверное, Сигла не пригласит. Но какой-нибудь, значит, замначальник или начальник в этой администрации всяко-разно организует банкет с девочками и вискарем. Но что же Хабиров такое делает? Вот, как говорится, рубит на корню. Ну, в общем, продолжаем цитировать дорогого руководителя. Он сказал следующее. Что касается моей администрации, я ее поздравлю. Причем звучало это как-то угрожающе. А все остальное не надо, сказал Хабиров. Заживем лучше, станем праздновать. Я не запрещаю праздновать, но надо быть умеренным. Есть такая фраза, внезапно начал цитировать кого-то Хабиров, пир во время чумы, чтобы вот этого не было. Далее Хабиров перешел к конкретным прямым указаниям. Муниципалитетам, никаких больших мероприятий. Хотите коллектив поздравить? Поздравьте. В вашей же столовой посидите немножко. Можно рюмочку водки выпить, шампанского. Только вот это вот с фейерверками и все дела, вот этого не надо. Категорически прошу конец цитаты. Категорически Хабиров запретил вот это вот все с фейерверками. Дальше Хабиров, в общем-то, понимая, что, видимо, указания были не до конца конкретными, уже ушел в детали. Начинаю цитировать. «Весь управленческий и административный аппарат республики, никаких корпоративов. Поверьте, все станет известно, и ко мне стекается информация, кто и как себя ведет, и все станет известно», — повторил Хабиров. «Праздновать без роскошеств и излишеств. Сам лично буду за этим следить». Конец цитаты. Ну, собственно, что случилось вот в этот момент? В этот момент господин Хабиров обрушил рынок корпоративных мероприятий в республике Башкортостан, потому что абсолютно известно точно, что корпоративы заказываются, начиная с октября месяца. Найти место приличное для хорошего корпоратива весьма непросто, и люди загодя заказывают, оплачивают, организовывают и так далее. Да, действительно, некоторые из этих мероприятий — это многомиллионные пьянки-гулянки. Да, действительно, приглашают иногда и туда, и артистов, и всяких фокусников, и метателей ножей. Ну, в общем, совершенно непонятно, что теперь будет, потому что на момент, когда Хабиров сделал вот это заявление и вот этот запрет наложил на корпоративы, на этот момент все эти корпоративы были заказаны и оплачены. В общем, интересно будет понаблюдать, как будут развиваться события. Развиваться они могут, собственно, по трем направлениям. Первый вариант — корпоративы проведут втихаря и втайне, максимально засекретив эти мероприятия. Второй вариант — откажутся и потеряют деньги, то есть грустно выпьют у себя в столовках по рюмочке водки и по бокалу шампанского и разойдутся. То есть покорно подчинившись воле начальства. Либо откажутся, но отожмут деньги обратно. Вот это будет действительно катастрофой для ресторанной отрасли, потому что если чиновники сейчас попытаются вернуть все эти деньги и миллионы, которые были потрачены на эти корпоративы, то ресторанный бизнес просто обрушится в республике Башкортостан. Дополняя историю про запрет на корпоративы, хотелось бы обратиться к нашим зрителям. Наши зрители есть во всех районах и муниципалитетах республики Башкортостан. Я обращаюсь к вам. Посмотрите, как отпразднует Новый год ваша администрация. Общеизвестно, что в некоторых районах эти корпоративные праздники приобретают облик какого-то безобразного, буйного веселья. Вот не поленитесь, сфотографируйте, снимите на камеру или просто напишите нам, как ваша администрация в ваших районах и муниципалитетах отпраздновала этот Новый год, насколько они послушались Хабирова или на какие хитрости пустились, чтобы и себе дорогим удовольствия доставить, но и начальству не беспокоить. В общем, мы ждем от вас видео, фото, текстовое описание. Обязательно указывайте район, фамилию главы и вообще всех тех, кто участвует в этих замечательных праздниках за наш счет.